Мы начинаем в рух. И прежде чем, ребята, чтобы мы познакомились с нашим листом, который потом очень-очень скоро можете на другой стороне, на левой стороне, на чистой стороне можете написать свои. А что писать? Я же вам скажу. Я хочу напомнить вам, что мы решили с вами, что мы начнем заниматься более серьезно. Серьезно, чтобы это был итог для вас, тем более, кто делает Георгий или вообще, кто хочет приближаться к Всевышнему молитву, конечно, будь здоров, на правду. Без молитвы никуда. Конечно. И в этой связи у нас есть теперь план. Значит, мы сейчас начали хотим понять, а что же вообще, что такое молитва, для чего она. Молитва, ты говоришь спасибо Всевышнему за то, что ты простудил. Это не был вопрос, это просто политический вопрос, что я задаю вопрос, и я сам отвечаю. Но сейчас скоро будет время вашего ответа. И потом немножечко еще вспомним, начали меня. Я поделюсь с вами, ребята, я поделюсь с вами, в такую погоду вставать, тем более, я был простужен. Я два дня молился дома. Но сегодня я должен идти сюда, должен идти сюда и преподавать. Мы учимся с вами менять. Как это может быть? Я думаю, что жена сказала, ты оставайся дома, ты простужен. Зачем тебе идти, там холодно. Ну, на заводится. Ну, а не может быть такой, ребята, согласитесь, что я тут преподаю, что надо учиться менять, я молюсь дома. Таким образом, я пришел сегодня менять. Потрясающе. Ребята, это народ Израиля, вместе с народом Израиля. И мы сейчас переходим сразу на нашу тему. Мы хотим понять, для чего, что такое молитва, для чего молитва. Я хочу попросить кого-то из вас, что и помог мне. Добровольно совершенно. Кто может мне помочь? Хочу сделать надо. О, нет, что делать надо, это не называется. То, что без того, что ты знаешь. Теперь, только положи так, чтобы я обратно. Да, спасибо, и ручки у меня ограничено, потому что... Но мы говорили, что серьезность с вашей стороны проявляется в том, что вы приносите ручку. Ручку. И тетрадь. Пишите мне только одна ручка, если кому-то требуется. Я хочу попросить... Андрей, чтобы это было у вас, что-то еще придется дальше. Спасибо большое. Ребята, значит... Вы хотите вначале вопрос и отвечать или вначале песню? Ну, а ты песню сначала. Пей, ну-то, Винодух, надо пробудиться. И... 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 Чувствия просто, а ты бы включили печку, да? Да. Есть песни, которые поют на свадьбе. Спасибо. Что? Это связано с молитвой. Я... Как будто бы... Даю вам, но даю вам это не то слово. Я заливаю вас благословениями. 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 Безконечно, безконечно, отчаясь, пока вы даже не можете сказать спасибо, настолько уже вас отдалило это благословение. Нужно, ваши уши не могут даже двигаться. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Напишите, пожалуйста, три ваших желания, три ваших желания, совершенно фантастических, нереальных, которые никакой реальности не может быть. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Нijight mastery Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И 말씀을02 Субтитры создавал DimaTorzok Сюда! 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 оркестр а а а и и и нет нет нету смерть ok 3 совершенно фантастических желаний которые тут тоже даже не можешь подумать настолько фантастически это же ваша задача я бумага есть желание до которые например же ты сказали имею право сказать тоже повторять давид сказал но это я не могу никак ним не могу стать рабином он считает мудрецом не могу стать модель и дачи ты считаешь что совершенно это но процента возможности пиши если у тебя есть один процент возможностей уже не пищи самые фантастические то это может придумать то но мы начнем сейчас может быть степан потому что ручки чтобы мог вы не это самое не заберем все это то что подумал с нашими пожалуйста степан если тебя хочешь поделиться мне не без объяснений у тебя есть что можешь поделиться с нами я очень хотел бы летать как один просто отлично то еще давайте я тебе спрашивал несколько раз в уроках ты так же видишь себя и все равно серьезно это каждый раз я может быть хотела знать много языков но понимаешь это реально это не то что то есть выучено 50 языков я уже застрелюсь а 50 я не могу освоить я думаю я могу это надо делать больше чем еще там это хорошо понятно ограничение так я птица и 50 языков знать хорошо что еще если еще я не могу останавливать время потому что я чувствую что мое время быстро проходит и меня это расстраивает я бы хотел восстанавливать я бы не хотел жить вечно им хотел иметь возможность восстановить чтобы почувствовать больше момент и что тогда это ну может делать как-то жизнь почувствует больше чем я чувствую сейчас и мне нет ощущения часто что я живу и кажется что жизнь проходит вот так насколько время ты хочешь остановить время насколько время ты хочешь остановить время не знаю я почувствовал что тогда чтобы он двигалась дальше и запустил бы его дальше а какой-то может быть но я хотел дальше почувствовать что он живет это самый самый фантастическое желание хочет почувствовать что он живет окей хорошо спасибо пожалуйста кто мы можем дать возможность тремя нашими товарищи 4 пробивается все массы на можно 4 да пожалуйста ну первое как бы сделать вечный двигатель который не видно не остановится вообще не мешать который саша потом добраться это придет время ребята запомните на моем уроке вот просьба очень серьезная неделями герута только такая когда когда я скажу что сейчас если кто-то если кто-то хочет потом высказаться дадим добрался до центра земли я чуть не спросил сами фантастические ребята это не не шутка я я еще вернемся на первые твои желания фантастические что и было еще раз напомнила до сделать вечный двигатель который что это тебе даст что таки пашу у нас всему миру всегда энергию бесконечно не будет воин то есть у всех будет всегда свет и бесплатно то есть вечный двигатель который дает энергию энергию и обеспечивать весь мир энергию и счастьем то есть ты хочешь дать счастье всему миру потом второе добраться до центра земли это что тебе даст в центре земли глубине земли самый глубокий видишь что там в самой глубине земли и что если уберешь сказать всем что там на самом деле раскрыть какие-то тайны глубочайшие тайны вычислить и потом всем рассказать а вот это будет все сразу известно плоская она или шаг третий стать президентом америки для меня это вообще нереально и что это делать мне ничего не даться ничего не даться но это для меня вообще нереально вообще никак я хочу сказать ребята послушайте хорошо послушайте хорошо я сейчас расскажу вам тайну жизнь да насколько человек живет и самое значит зависит зависит от чего зависит сколько человек живет насколько хорошо живет насколько много живет исключительно обратите внимание от 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 величия желания насколько сильные желания есть у человека то есть у кого есть много желаний сильные желания он получит много жизни у кого нет это бывает к сожалению со старостью даже в возрасте уже человек представляет что у него он уже ничего не может достичь так по мере того что уменьшается желание у него по из-за этого уменьшается жизнь то есть есть такие пожили люди которые да хотят они живут может быть но я просто хочу что вы поняли годы то есть увеличили сила желания это порождает на сама дает человеку жизнь от бесконечно от бесконечного как бы источника вот это есть это есть сосуд у тебя все хорошо у тебя все первое желание собрать всех евреев на земле израиля разом второе это избавить мира от злого начала и третье это научиться отключать реализацию и управлять а ну немножечко похоже на да я тоже записал в остановку но первые два не дошел первые два это похоже на ведьма шиаком как это самый андрей ты младший не быть я при этом не имею ввиду ни кем быть но первое желание вас еще раз что ну просто чтобы это 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 изменить мир скажите собрать и евреев сразу так хоп это функция машин кибуз галует то есть собрать евреев из всех стран да даже представьте себе что будут приезжать из россии из украины миллион евреев приедут сюда представьте что будет из казахстана и там еще другие республики вообще из марокко я думаю что будет ребята что будет время маще арамов смотрите второй пункт избавить мира от злого начала будет статана они будут территорий вы же гравитацию отключите они улетят в космос вот все мы задали избавить мира от злого начала это очень опасно это очень опасно почему я хочу дать ответ почему это опасно так называемые так называемые я могу говорить так называемые злое начало это желание получить жизнь для себя без этого если у человека нет желания получить для себя нет жизни поэтому злое начало нельзя исключить можно его направить направить немножко в ту сторону что это получение это получение но прямо повреждение допустим не только для себя для семьи это уже не это уже не стопроцентный эгоизм я хочу только для себя настолько что я не хочу жениться нет я хочу получить допустим для семьи для своего я допустим своего поселка да ищу я своего народа всего мира это уже другое вот поэтому так называемые эгоистический началь это все это мы много раз повторяли и будем каждый если хотите каждый его повторим это так Всевышний создал мир чтобы мог дать миру бесконечное добро бесконечное счастье чтобы кому получать потому что если никого не хочет ничего получать не может давать это его желание дать нам ок и четвертый если кто-то пробивается сильно есть четвертый четвертый раз четвертый два четвертый три ребята читаем статью и вот я без очков я ничего вижу новый товарищ да как звать как дурон очень приятно это у тебя в комнате у меня может Андрея соседняя я просто сантошка а этот товарищ не здесь ок а кто там там в углу где-то болтается как звать уже просто разбили да вадим почитай пожалуйста начни читать наши дворцы по невыщению заглавие если можно заглавие а 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 сковках не обязательно читать ребята это только для великих мудрецов это это просто для того что видели что есть где источник кто хочет спасибо значит и наша тема молитва да и мы когда мы говорим и хотим какие фантастические желания есть какие желания значит наши желания наши желания в самом деле серьезные большие желания которые нам кажется что мы сами не можем достичь да это нереально но все вишнему ничего нет нереального он все может то есть в той мере я как я могу бить и на связи настолько насколько я могу объяснить объяснить все вишнему что это дело правильное хорошее и это дает добро всем он со мной и он может все это это на связь наши наши маленькие практические задачи с темой да то есть мы сейчас у тебя не было но это тебе наверно будет интересно а потом скажешь мне три фантастические желания ребята сказали и вот проявились тут несколько скрытых машинах и это очень хорошо почему потому что сказано солдат хороший солдат который очень генералом хороший еврей который хочет быть нашехом то есть хочет он чувствует в себе призвание всего народа ты еврея значит ты чувствуешь что на для чего народ израиля значит хочет продвинуть мир мир вперед теперь смотрите и тут и немножечко кажется технически нам ведь учим что праотцы авраам исаак вояков они в общем установили молитвы да это немножко случится странно да и как говорится там написано про и цхак и выше ли цхак прогуливаться на поле да там уж не прошлое предыдущие недельная глава то вот там встретили куда ну что он вещу там он сказал как говорится там раф шаги витамин хамин хамин хамдавайте а шиши витых нет конечно это не то что он сейчас молиться восемнадцать молитвы намного намного позже было спустя там тысяч пятьсот пять или когда меньше больше так что что значит он установил и установил молитву минха что значит авраама вину установил молитву шахрит как это понимаете спасибо всевышнему авраам вину утром встал и сказал спасибо всевышний айцхак он только сказал спасибо после обеда да а яку только вечером да вот так и говорит андрей да ну как бы почти я вам скажу тут это самом деле это но я тут тут я вам скажу анекдот чтобы было весело и те которые пришли спят одна и посыпались как это было дело что якова вину установил молитву арвид вечернюю молитву как это было дело как известно у якова вину билон сколько сыновей ну 11 13 13 средний ребята средний арифметический 11 13 сколько получат сколько силы беру я кого вину давайте посчитаем давайте посчитать первый сын рубин 2 рубин 2 я не знаю кто вас преподает обе авраам района а я запрашиваю спрашиваю шимон 3 ну давайте скажите просто закажите имена рубин шимон какие еще есть имена у яковина 12 колен израиля какие гад дан дан иуда нафтали менаше менаше иссахар Зулулун Зулулун Йосеф Йосеф Бенямин Бенямин 11 12 леви не сказали леви значит порядок такой рубин напишите себе напишите вы должны знать это что такое 12 колен кто евреи и кто хочет быть евреем я имею ввиду с вами элементарно что то есть 12 колен рубин шимон леви еще раз допишите рубин шимон леви еуда 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 и сахар и сахар и сахар и сахар атлея шесть сыновей это атлея шесть сыновей атлеи теперь атрахер атрахер иосеф и беньямин и беньямин пишет дальше пишет дальше иосеф и беньямин и большая наложница иосеф 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 зилпа это наложница леа зилпа гад гад ве ашер гад гад ве ашер ле ашер и от билха даны нафтали теперь анекдот ребята может быть уже больше еще девочка иосеф хотите анекдоты или нет конечно это как якобы установили мы читаем здесь что они установили наши прадедцы установили молитву вечернюю молитву как это он сделал как это было как это было дело у него 12 сыновей вечером балаган там надо сами понимаете чтобы все делали делите по ряду готовиться следующего дню там купаться готовить уже все настолько яков это самое от этого обалдел что он сказал я ухожу я сейчас установили молитву вечерное будем молиться ушел из дома смешно ты поняли пока у вас не будут дети вы не поймете конечно когда вы увидите что дома балаган 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 тогда идете скажите жене жена я пошел балаган 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 пожалуйста что что есть разные состояния души нашей души утро это одно когда мы просыпаемся это одно одно настроение одни силы утром все все весь день перед тобой ты проснулся все солнце светит да все перед и все можешь ты все хочешь это называется авраам установил шахид когда ты смотришь как будто оптимистически на идеале что все передо мной лех леха ты сейчас только начинаешь ты можешь делать все что хочешь все да еще ничего не сделаю начало пути все да этого дня встает солнце да пробуждается мир ты тоже пробуждается с энергиями вот это молитва шахрит как в самом начале как будто бы заря еврейство начало еврейство вот это наше начало дня шахрит это связано с авраамом теперь вторая часть кто будет читать давайте дурон братья цицак и цак и цак второй и цак и цак второй установил после полуденную молитву отличительные чертой цак было то что он продолжил путь отца иногда проще проложил свой путь проложить свой собственник путь сила инсхака состояла в том что он проложил идти путем вены этому следствует предполуденная молитва которая выражает идею честным приятным естественностью окей так как благодаря этой молитве день продолжает идти под знатами я чувствую очень родную душу вот такие слова как преемственность мне тоже немножечко я не так часто встречаю вот и даже вы наверное поможете мне что это значит преемственность приемственность как от своих отцов перенял продолжает исполняться окей отлично смотрите но тут и авторы он подчеркивает один момент что он не сам начинает что-то новое как утром и начинаем да что-то а как будто он получает продолжает как бы путь отца да это не просто как правило наша природа чтобы показать что я личность да отец пошел так я совершенно я совершенно четко шагу наоборот то что если пойду как отец я буду как мой отец но иногда важно продолжать именно путь отца и вот этот подчеркивается здесь но я добавлю вам другое еще то есть когда уже день проходит да то есть ты уже начал действовать или у тебя желание буду сделать вот это ты сделай это надо договориться там надо учиться как следует да кто допустим заинтересен в данный момент готовится нагреву вот это надо обязательно получить потом еще там что-то надо делать заряд то все 5-10 поработает договориться и вот это были планы утренние приходит проходит день да и теперь наша молитва еще другая собственно мы смотрим ну как получается то что я хотел насколько я могу справиться теми задачами которые я поставил перед собой совершенно другое другое настроение да и так он как будто бы он говорит настолько я соответствую тому то что я хочу следы это другая молитва следы то есть это как раз и зачем он чем он отличается там вспомните это приношение и царка что он говорит вот у меня есть границы пределы моя жизнь и я в общем хочу быть готовы дать все свои силы для дела и вот он смотрит насколько это я могу сделать это молитва в общем ликараты значит навстречу конца дня всегда это другое другое настроение другое состояние молитвы у вас это не совсем так у вас это до обеда еще это еще после обеда еще есть что делать но обычно минха это уже когда солнце заходит заканчивается день как этот день был всегда как ты делаешь ты делаешь как будто эшбон эшбон эфиш как будто подведешь итоги как у меня получается теперь третий мы попросим леви что почитал нам про яков про отец яков установил вечернюю молитву так как ему пришлось преодолевать многочисленные трудности он честью вышел из всех испытаний и они только придали ему силу поэтому он установил вечернюю молитву чтобы показать даже когда мир окутан тьмой можно приникнуть к всевышнему и тем самым раскрыться в мире высшим не перехотящий свет не перехотящий что такое не перехотящий свет не прекращающий свет то есть казалось бы якова вину да он обитает он в общем то личность галута еврейство в галуте это как будто на полусмерти у тебя нет страны у тебя нет силы делать с тобой что хотят ты должен приспосабливаться да единственное что ты можешь делать только сохранить этот огонек тех великих времен которые было и надеяться на будущее и что тебе вытащит отсюда когда будущее это вообще-то довольно таки тяжелые состояние темни физическом духовном аспекте и вот даже даже в этом состоянии то есть ночь в этом идем уже спать уже у нас сил нет уже ничему и не можем делать да собственно говоря мы закончена этим днем закончена а что сейчас молиться что ты можешь молиться те силы вообще значит знаете у вас это еще хорошо у вас тут у меня и если ты не сам так тебе в общем то это компания друзья и все идут легче но когда человек сам по себе очень трудно молиться в лечебную молитву да я вам скажу я признаюсь вам часто у меня настолько нет сил что я иду спать поставлю будильник на час то я проснусь потом будильник звенит я сплю дальше иногда просыпаюсь 24 пытаюсь молиться в лечебной н.н.к. нет сыр знаете поэтому яку да это то час нашей души который даже понесить мы когда ничего не светит совершенно все равно он надеется на будущее все надеется на будущее никак и совесть он говорит все слушая нет надеюсь в этом мире нет надежды люди плохие злые эгоисты я питался этого все это сами за себя я сдаюсь яку сдаешься тогда передание даже если нет никакой надежды все но я надеюсь на будущее вот это вечерняя молитва который похож на посел то есть у него ничего нет я только какие-то мысли какие-то желания я как будто бы храню на сон я натошаю следующий день за то что то выросли окей пожалуйста я не помню что имя запомниться саша да после того как правцы еврейского народа проложили путь установили эти три молитвы некоторые праведные и благочестивые люди продолжили следовать ему и читать ежедневно эти три молитвы то есть то есть то есть вот эти люди особые да которые там в начале да истории еврейства хотели быть на связи со Всевышним да значит они выходили на связь в разные разные ситуации да во первых конечно легче все выходить на связь когда Всевышний с тобой он то светит на тебя он говорит все хорошо я с тобой это молитва в виде Авраама вот а потом ей были такие которые собственно говоря делали свои дела труды работали воевали все и в принципе могли сказать это дело моих рук вот то что я сделал это я сделал это не Всевышний я сам делал так Всевышний тут ни при чем я работаю я вкладываю свои силы я у меня вбили способности я развиваю свои способности да и это я это мое это только то что называется на иврите есть такое по структуре моя сила и мои способности дали этот результат 6 дневная война это кто воевал там кто отвоевал кто победил там эти сахар то есть еврейская армия там дали удар потрясающий удар в египте на аэроду на военных аэродулах все перебили всех самолетов потом пошли в бой и там были конечно ребята тоже были жертвы но отвоевали там все убегали значит кто это сделает эту войну конечно мы но мы говорим ты не говори что кофе везли что моя сила мои способности делаю это это героизм а сын раввы кука он говорит что да надо сказать это я это я сделал это я прикладываю потому что один сыр лежит постель ничего не делает нет я встал рано уже на дело я хочу делать у меня энергия у меня желание это совсем разные вещи это делать то что не делает правильно а кто он может быть он молится надеется на все вещи а я делаю а кто то результат от кого это я сам делаю нет согласен о тут надо добавить там написано в Торе потому что ты мне даешь силу а тебе конечно мы только я все мои силы все мои возможности и желание в конечном итоге отворца то есть тот человек который даже когда видит свои результаты может выйти на связь с творцом и сказать спасибо да ты мне помог ты мне управлять и мне дал эти возможности да ты трудно ему минуту я в общем я не знаю что куда мне не деваться вот оказалось тут подвернулся туда-сюда когда человек если это видит да тогда он конечно это будет похож на молитву и царка то есть были такие люди которые выходили на связь сами хорошие добрые времена и тогда же когда он видит свои результаты все равно он может идти на связь с творцом и благодарить а уже третий когда уже как будто никакой надежды нет и ничего не поможет и ничего нельзя сделать все равно и может выйти на связь как это были такие люди и теперь мы продолжаем читать просто я да так после того продолжая после того как не продолжая следующий следующий абзац продолжая продолжая обычай поротцов уже великого собрания сам гендрин тоже установили три ежедневные молитвы утреннюю послеполудненную и вечернюю что соответствовало общественным храмовым жертвоприношениям ведь молитвы выражают внутреннюю суть жертвоприношений и поскольку утреннее и дневное жертвоприношение в храме были обязательными утренние и послеполуденные молитвы также получили статус обязательно ну тут пока я я не был представлен что начать понимать про три молитвы да что они разные состояния нашей жизни в общем то отражают но тут тут появляется новая тема жертвоприношение что то в общем то не совсем понятно как туда тут вдруг попало ну утренний атомит жертвоприношение почему утренний но какая какая есть связь что я хочу быть на связи благодаря всевышнего да и как то почувствовать свою жизнь как и связь то забыть и зарезать в барашку невинную какая связь всевышний всевышний так мы делаем всевышний сказал мы слушаемся это всегда ты мысли во всем ну вот а зачем всевышний сказал почему что ему надо потому что как будто мы даем ему подарок он хочет кушать шашлыки зачем 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 ему это надо почему он сказал для чего он сказал и как это связано с молитвой у кого если есть сейчас сразу идет напомните имя я прослушал что там с молитвой связано салон салон три минуты можно три минуты софи я прослушал честно я для того что мы с такой же пришли как связан жертвоприношение с молитвой потому что мы говорим что у нас есть две жертвоприношения утренние и навстречу заход солнца вот это связано утренние жертвоприношения связан шахрит то есть вместо того чтобы израиль приносит барашку всевышнему рано утром на восходе солнца вместо этого мы молимся шахрит можно вместо барашка разом принести в жертву что давайте принести он жвачку жвачку сначала это интересно это очень интересная идея очень интересная идея да но тут мы как раз ты имею ввиду совершенно наоборот то что ты думаешь потому что когда мы приносим жертву мы как будто приносим место самого себя давид вместо самого себя то есть например грехоочистительная жертва ты например сделал и кто-то из нас делает что-то нехорошее и всевышний сердится сейчас и ты хочешь откупиться он говорит но я буду хороший но что ты хорошо что ты готов делать все что хочешь ну хорошо тогда знаешь что скажет папа да ты сейчас будешь делаешь порядок помоешь посуду делаешь какой-то усилий и ты можешь откупиться вот это имеется в жертву и начали что мы готовы даже не из-за греха грех это других религиях у нас главный грех что мы готовы делать это дело для Творца вместе с Творцом и это означает что животное наше начало которое согласитесь мы говорим в начале получит для себя удовольствие и только для себя это называется животное начало эгоистическое начало мы готовы мы готовы ради дела ограничивать отрезать да вот это называется животное приношение и это и есть молитва я готов уже думать не только себе утром как вы говорили очень красиво думать об Израиле во всем мире ребята вы дочитайте сами потому что я обещал 3 максимум 3 минуты и мы закончим урок молодцы и только один аккорд чтобы с музыкой закончил а тут нет и претри и а шуманы и